Маленький и уютный городок Никольская Ленинградской области посетил правящий архиерей Гатчинской епархии, епископ Митрофан. Владыка совершил все ночное обдение в храме святителя Николая Чудотворца, в храме с необычной судьбой, рассказывает Анастасия Лобода. Население маленького городка Никольская составляет чуть более 20 тысяч человек. Однако он имеет богатую историю, ведущую свое начало от 1712 года. Года основания поселения. Назван же тогда поселок, ныне уже город, был в честь Николая Чудотворца, икону которого принесли с собой первые поселенцы. Отсюда и храм города был освящен в честь великого святого. Разобран же он был в трагическом 20 веке. В веке 21 происходит восстановление церковной жизни, которая неразрывно связана с новым храмом Николая Чудотворца, а также его настоятелем, протеереем Михаилом Митюковым. Наш батюшка, отец Михаил, он ходит в школы, у нас три школы в Никольском. Он приходит в школы, проводит классные часы, и дети очень к нему тянутся, ждут его, всегда спрашивают, а когда придет батюшка. У нас в храме есть детская комната, батюшкиными силами созданная. Эта характерная черта священника, открытость, привлекает не только детей, но и взрослых. Знаете, сюда прихожу как домой, здесь всегда рада, всегда ответит на все мои вопросы. Когда обратишься к батюшке, он сюда подскажет, кому бы молиться, какую молитву прочитать. Ну, в принципе, просто очень нравится, сюда тянет. А началось все с обустройства храма 20 лет назад в помещениях местного магазина, что явилось неким символом начала новой жизни в городке. Любят об этом вспоминать старожилы. Вспомню, как мы выступали, и вот только начали разбирать. Был тут магазин, магазин этот разбирали, это я сама тут была, глядела, по кирпичикам раскидали, грязь, и все тут было, столько всего работы было. Все это мы перенесли, все это мы сделали. Неудивительно, что такой живой приход решил посетить правящий архиерей Гатчинской епархии епископ Митрофан. Владыка выразил удовлетворение состоянием дел и поблагодарил за труды настоятеля и прихожан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова